Добрый день, уважаемые участники, кто смотрит нас в записи. Приветствуем вас на нашем вебинаре «Детская мультипликация в познавательном и речевом развитии детей дошкольного возраста». И я хочу обратиться к вам. Когда будете смотреть наши вебинары в записи, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, чтобы этот вебинар, эту тему, этого спикера увидело как можно большее количество людей. Ну а теперь я хочу передать наше слово нашему сегодняшнему спикеру Инне Александровне, которая и познакомит нас с очень интересной темой. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Повторюсь, меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории, оригофренный педагог и нейропсихолог. И тема нашего сегодняшнего вебинара «Детская мультипликация в познавательном и речевом развитии детей дошкольного возраста». Поскольку я логопед, то данную тему буду больше раскрывать относительно своих занятий, но эти знания могут использовать свои профессиональные деятельности и воспитатели. Для них эта тема также будет актуальна. Дошкольный возраст – самое благоприятное время, когда через эмоциональную сферу удается сформировать у ребенка познавательный интерес к предметам, явлениям, событиям окружающей действительности. Федеральный государственный образовательный стандарт требует от нас, педагогов, создания благоприятных условий для развития детей, развития их способностей и творческого потенциала, которое должно осуществляться в игре, а не в учебной деятельности. Одна из задач, которая встает перед педагогами – это поиск новых, более эффективных способов передачи информации. Одним из новых, универсальных, доступных методов обучения и воспитания детей дошкольного возраста является использование мультипликации. Мультипликация имеет в руках специалиста особое развивающее влияние на ребенка. Данный метод способствует формированию познавательного интереса, развитию всех компонентов речевой системы у детей дошкольного возраста, развитию творческого потенциала ребенка, установлению позитивного межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Мультфильм всегда был интересен детям, а в настоящее время, благодаря современным технологиям, его популярность значительно возросла. Искусству мультипликации подвластно практически все, что доступно человеческой фантазии и может быть выражено визуально. Мультфильмы выстроены на доступном для понимания ребенка сказочном сюжете. Богаты яркой образностью, музыкальностью, лаконичностью, динамичностью и могут быть использованы как наглядный метод воздействия на ребенка, значительно повышающий учебную мотивацию. Развивающие возможности использования в педагогической работе средств мультипликации состоят в том, что они не только усиливают наглядность и тем самым повышают осознанность воспринимаемого материала, но и сюжет мультфильма, образы героев, звуковое сопровождение заставляют детей сопереживать, проживать сюжет вместе с героями. У детей это вызывает сильную эмоционально-чувственную реакцию, проявляющуюся в самых разных формах, в том числе в форме речевого высказывания. Мультипликационные фильмы предоставляют уникальную возможность для внесения разнообразия и индивидуализации воспитательно-образовательного процесса. Работа над содержанием мультфильма позволяет сформировать разные стороны речи ребенка, фонетико-фономатическую, просадическую, лексико-грамматическую. Это все создает базу для овладения ребенком связанного речевого высказывания. К сожалению, в современном мире мультфильм чаще используется взрослыми как основное средство занять детей на какое-то время и носит исключительно развлекательный характер. Большую часть свободного времени ребенок проводит перед экраном телевизора либо монитором компьютера, наслаждаясь обществом любимых мультипликационных героев. Но из-за того, что восприятие окружающего мира ребенком дошкольного возраста несовершенно, он не может самостоятельно, без участия взрослого осмыслить и до конца понять сюжет мультфильма, пережитый во время просмотра эмоций и чувства. Дети копируют поведение и манеру разговора мультипликационных персонажей. Но, к сожалению, стихийный просмотр зачастую приводит к тому, что ребенок практически не пользуется активной речью. Снижается качество общения. Прежде чем использовать мультфильмы в своей профессиональной деятельности, я изучала мнение психологов. Прочитав много различных статей и публикаций на эту тему, я сделала определенные выводы, которыми хочу поделиться с вами. Итак, дети в возрасте до полутора лет произносят звуки, ожидая ответной реакции от окружающих. Если в ответ на детский лепет взрослый улыбается и повторяет за крохой, это послужит хорошим стимулом для формирования речи. Мультфильмы в этом возрасте не могут обеспечить малышу подобную обратную связь, потому от них не будет никакой пользы. Если взрослый будет постоянно называть окружающие предметы и действия в присутствии малыша, это будет значительно полезнее для развития ребенка. В возрасте от полутора до трех лет главным видом речевой деятельности у ребенка становится диалог с окружающими его взрослыми или детьми старшего возраста. Малыш не только произносит случайные звуки, но и начинает использовать речь, чтобы близкие могли понять его. Так как телевизор не может быть собеседником для малыша, просмотр мультфильмов в этом возрасте не поможет в развитии речи ребенка. В период от трех до пяти лет ребенок впитывает любые слова и целые фразы, как губка. Следовательно, просмотр мультфильмов способствует пополнению словарного запаса, учит правильному построению предложения. Но необходимо учитывать, что ребенок в этом возрасте запоминает большую часть информации, даже не осознавая ее смысла. Поэтому до пяти лет важно обсуждать мультфильмы с ребенком после просмотра, объяснять сложные фразы и слова. У детей пятилетнего возраста хорошо развита познавательная активность, поэтому мультфильмы благотворно влияют на их речевое развитие. После просмотра ребенок пяти лет, как правило, задает много вопросов. Его интересует значение некоторых слов и выражений. Таким образом, у ребенка пополняется словарь, а также он получает полезную информацию. При организации работы с мультфильмом необходимо следующие технические средства и оборудование. Это мультимедийный проектор, экран для проектора, ноутбук либо компьютер, телевизор и видеозаписи мультфильмов. Какие же требования к просмотру мультфильмов в дошкольном образовательном учреждении нам предъявляет САНПИ? Для просмотра мультфильмов используются телевизоры с размером экрана по диагонали от 59 до 69 сантиметров. Высота их установки должна составлять от 1 до 1,3 метра. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2-3 метров и не дальше, чем от 5 до 5,5 метров от экрана. Стулья устанавливаются в 4-5 рядов из расчета на одну группу. Расстояние между рядами стульев должно быть от 0,5 до 0,6 метров. Детей рассаживают с учетом, конечно же, их роста. Непрерывная длительность просмотра мультфильмов в старшей и подготовительных группах не более 30 минут. Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности, то есть во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих более 4 раз в год, после перенесенных заболеваний в течение двух недель, продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут и для детей 6 лет до 10 минут. Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места, то есть соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Необходимо обратить внимание на качество изображения. Изображение на экране должно быть четким, неразмытым, чтобы не было раздражающего мерцания или каких-либо других эффектов. Подбирать мультфильмы нужно с позитивным сюжетом, поскольку их просмотр влияет на эмоциональную сферу ребенка. Важным условием при подготовке к занятиям является предварительная работа. Накануне дети с воспитателем или родителями просматривают мультипликационный фильм или читают сказку, на основе которой он был создан. Подробного обсуждения и анализа не требуется. Вопрос в чате на данный момент. Санпин еще действительный. Новый еще не принят. Далее. В некоторых случаях предварительная работа не предусматривается, и дети смотрят мультфильм непосредственно на занятия. В своей деятельности педагог использует сюжет одного или нескольких мультипликационных фильмов, подбирая к нему разнообразные игры и упражнения, позволяющие закрепить с детьми уже знакомый материал и реализовать образовательные и воспитательные задачи. К структуре развивающей деятельности относятся организационный момент ритуала приветствия, работа по сюжету мультфильма и подведение итога, рефлексия ритуала прощания. В работе по сюжету мультфильма мы используем упражнения для развития познавательных процессов, это речь, восприятие, внимание, память, мышление, двигательная минутка, упражнения на развитие коммуникативных навыков, продуктивная деятельность, то есть работа с бросовым материалом, различные шнурки, прищепки, пуговицы и так далее. При изучении лексических тем я отдаю предпочтение нашим старым советским мультфильмам. Дело в том, что советские мультфильмы не штамповались массово и присутствовали на экране в единичных количествах. От этого и качество их выигрывало. Хороши они тем, что в них отражается правильная для ребенка картина мира. Отрицательный персонаж легко перевоспитывается. И оказывается, что он такой злобный только потому, что с ним никто не дружил, не любил, никто ему не сочувствовал. Очень важно, что злой персонаж поддавался в юмористической форме, что смягчает его отрицательную сущность. Поэтому эти мультфильмы полезны детям. Они учат правильному поведению, как заводить дружбу, как быть хорошим товарищем, как помогать другим. Никто не будет отрицать, что советские мультфильмы про Карлсона, Винни-Пуха, Крокодила Гену и Чебурашку, дядю Федора и подобные учат прекрасному и доброму. Какие же выделяются признаки правильных мультфильмов? Не содержат насилия. В основе лежат счастливые, радостные события, а не войны и хаос. Человеческие образы передают дружелюбие, сострадание, естественность, уважение к старшим и матушке природе. И эти мультфильмы имеют спокойный, положительный конец. События зарубежных мультипликационных фильмов пронизаны злом. И только крупица добра в виде каких-нибудь черепашек-ниндзя стараются со злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается физически, что абсолютно непривычно для нашего образа действия в сказках, где со злом старались бороться другими способами. Его пытались перехитрить или уговорить. Почти во всех этих мультфильмах присутствует конфликт. Драка, сражение, перестрелка, убийство. То есть элементы агрессивного поведения и насилия. И хочу представить теперь вашему вниманию признаки, так скажем, неправильных зарубежных мультфильмов. Герои мультфильмов агрессивные и жестокие. Ребенок, увиденный сцены насилия, воспринимает как норму. Последствием просмотра может стать проявление жестокости, безжалостности ребенком в реальной жизни. Мультфильмы про вредных детей и хулиганов также отрицательно влияют, так как часто они являются главными героями и остаются безнаказанными. Сцены, где, например, главные герои падают с огромной высоты, а упав дальше бегут, также вредны и опасны для здоровья. А также другие подобные сцены. Ребенок не понимает, что так быть не может, а подражать все же уже умеет. Уродливые и страшные герои, конечно же, в этих мультфильмах. Герои мультфильмов только развлекаются. Никакой созидательной и полезной деятельности, в отличие от советских мультфильмов. Однако в защиту могу сказать, что и среди американских мультфильмов есть исключения. Прекрасные анимационные фильмы, такие как «Белоснежка», «Бэмби», «Король лев», которые несут доброе начало. Взаимоотношения матери и ребенка в животном мире показаны очень трепетно, и учат уважать и любить родителей. И я хочу рассказать вам, какие берут советские мультфильмы при изучении лексических тем. Они перед вами на экране. Не буду перечислять сейчас, поскольку это время, а оно у нас с вами ограничено. Вы можете более подробно изучить их, скачав презентацию. Еще мне нравятся мультфильмы из серии «Уроки тетушки совы». Это и «Времена года», где дети получают ответы на вопросы, как отличить осень от весны, а весну от лета, и какая она зима. Это и «Азбука малышка», где дети учат алфавит в веселых стихах, картинках и рассказах мудрой тетушки совы. Это «Уроки живой природы» и многое другое. После просмотра мультфильма беседуем с детьми по сюжету, обсуждаем, анализируем. Кроме того, предлагаю детям отгадать загадки и различные игры и упражнения по данной лексической теме. Мелкую моторику развиваем через раскрашивание, рисование по точкам, штриховку героев, фрагментов мультфильмов, артикуляционную гимнастику, развитие фономатических процессов. Также с использованием героев различных мультфильмов, оформленных в презентации Powerpoint. При постановке звуков ребенок либо сам выбирает мультипликационного героя, либо мультипликационный герой сам приходит на занятия и помогает ребенку научиться правильно произносить тот или иной звук. Извините. Здесь еще меня спасают веселые мультфильмы с Капитаном Крабом. Капитан Краб поет веселую песенку, например, про звук Р и громко рычит. Ребенку предлагается порычать так же. Этап автоматизации звуков самый длительный и требует многократного повторения заданных звуков и слов с ними. И опять же, чтобы ребенку не надоело, не было скучно, на помощь приходят мультфильмы. Здесь задействованы герои мультфильма в виде игрушек. Ребенок выбирает игрушку и автоматизация звуков происходит в паре. С ней едут, прыгают, шагают, вместе проговаривая звуки, слоги, слова. Также герой помогает найти заданный звук. На этапе дифференциации звуков ребенок называет пары слов и дарит их тому или иному мультипликационному герою. Например, мишка, миска, кашка, каска и так далее. На этапе автоматизации звуков связанной речи осуществляется просмотр мультфильма или его фрагмента. И идет беседа о главных героях, сюжете. Например, описание героя. Можно предложить придумать свою концовку мультфильма и так далее. Кроме того, сейчас есть много мультфильмов, которые уже ориентированы на автоматизацию звуков. Они есть в свободном доступе в сети интернет. Также на физминутках часто использую песни из различных мультфильмов. В конце занятия в тетрадь с домашним заданием я вклеиваю наклейку с мультгероем, который присутствовал на занятии, либо которого выбрал ребенок. На наших занятиях мы не только смотрим мультфильмы и обсуждаем их, но и сами создаем их. Делаем это в рамках проектной деятельности. Известно, что процесс обучения детей с речевыми нарушениями требует длительного времени и отнимает у них много сил. Очень часто к расстройствам речи присоединяются другие нарушения высших психических функций, тесно связанных с речью. Память, внимание, мышление. Поэтому интерес к логопедическим занятиям у детей, конечно, со временем утрачивается. В работе с такими детьми требуется особый индивидуальный подход, так как они нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке на занятиях. Поэтому часто задаешь себе вопрос, как сделать занятия логопеда интересными, наполненными, яркими впечатлениями и радостью творчества. И так родилась идея создания мультстудии. Мультфильмы мы создаем как при изучении какой-то лексической темы, так и при автоматизации звуков. В процессе работы, когда этап автоматизации звука подходил к концу, я подбирала речевой материал для ребенка, на основе которого можно снять небольшой мультфильм. Мы снимали мультфильмы с отдельными детьми на материале чистоговорок и небольших текстов с автоматизируемым звуком. Главная задача данной работы мотивация ребенка для правильного произношения поставленных звуков в речи. Ребенок отрабатывал этот материал дома с родителями. Далее мы готовили декорации к мультфильму и героев. Их чаще всего дети рисовали или лепили дома. Далее шла покадровая съемка и озвучивание. Создание мультфильмов очень увлекало, захватывало и даже завораживало детей. А сколько счастья в детских глазах, когда дети увидели продукт своего творчества. Словами просто этого не передать. Поскольку я работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, то основной задачей моей профессиональной деятельности является оказание адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудно-жизненной ситуации или в социально-опасном положении. И наши семьи это неблагополучные кризисные семьи, в которых родители не исполняют должным образом своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Соответственно, работа с родителями является приоритетной в моей деятельности. Поэтому часть работы по созданию мультфильмов я предлагаю делать совместно с родителями. Это позволяет сплотить членов семьи, научить планировать и организовывать совместную деятельность. И сейчас я хотела бы продемонстрировать вам мультфильм, сделанный одной семьей при изучении лексической темы семья. И его создание направлено было не только на актуализацию знаний по данной лексической теме, но и на улучшение качества эмоциональных, межличностных, внутрисемейных отношений посредством стимулирования собственной активности родителей и ребенка. Стихотворение к мультфильму авторское. Его написала мама совместно с ребенком. Итак, мультфильм «Влюбленные». Мы с дедушкой Сашей похожи И жить друг без друга не можем Мы вместе газеты и читаем И гвозди вдвоем сбиваем Гребачим с дедулей на пару И вместе поем под гитару Огород по весне мы копаем Бабуле во всем помогаем Мы с дедушкой Сашей похожи Я только немного моложе Ведь я его главная смена Мы любим бабулечку Лену И к нашей бабуле пойдем В любви объясниться вдвоем Вот такие мультфильмы мы делаем У вас может возникнуть вопрос Как создать мультфильм своими руками И сейчас я расскажу вам об этом Существует много техник анимации Такие как перекладка Здесь вырезаем персонажей из бумаги и двигаем на плоскости Пластилиновая анимация Лепим персонажей из пластилина Они могут быть как плоскими тогда техника близка к перекладке так и объемными тогда техника близка уже к кукольной анимации Предметная анимация Тут подойдут кубики конструкторы машинки паровозики зверюшки и человечки Очень здорово получаются всякие самостроящиеся дома города и тому подобное Можно также использовать сыпучую анимацию Здесь используется не только песок но и всякие крупы бусины кофе и так далее и тому подобное Кроме всего прочего возня сыпучими веществами очень успокаивает и хорошо снимает стресс Дальше пикселяция Тут главные герои вы сами Можно ездить на стуле как на автомобиле проходить сквозь стены и даже летать Итак для съемки нам с вами понадобится фотоаппарат желательно конечно хорошего качества штатив хорошее освещение здесь еще дополнительно нужно использовать лампу стол компьютер и собственно то что вы собираетесь снимать и фон для этого и это может быть практически все что угодно здесь насколько хватит вашей фантазии штатив а правильно его называть напольный трипод для фото и видеокамер нужно закрепить все вентили на нем нужно плотно закрутить чтобы предотвратить всякие шевеления камеры дело в том что как только камера чуть сдвинется мы с вами будем снимать покадрово то потом тогда когда мы будем монтировать наш мультфильм вот эти все движения будут видны и будет очень красиво поэтому четко следим чтобы все было четко закреплено в принципе можно пробовать конечно и без штатива тогда фотоаппарат ставится просто на стол или его можно примотать скотчем например к стремянке но это честно говоря совсем кошмар когда мы начинали конечно же никакого штатива у меня не было и честно очень неудобно без него а вот так выглядит наша мультстудия немного отвлекаясь от темы хочу заметить что в итоге купила я его не на свои деньги и учреждение тоже бюджет ограничен в таких вопросах нам на помощь приходит участие в проектной деятельности мы пишем проекты участвуем в конкурсах и выигрываем гранты на деньги гранта мы и пополняем нашу материально-техническую базу это чуть было небольшое отступление двигаемся дальше а сейчас я вам расскажу о структуре создания мультфильма итак шаг первый создание сюжета сюжет можно придумать самому используя план схему где когда с кем с чего началось что случилось чем закончилось взять готовую сказку можно рассказ любимую песню или стихотворение записать сюжет на отдельном листе следующий шаг это раскадровка раскадровка это рассказ сюжета в картинках или режиссерский сценарий разбиваем весь сюжет на отдельные сцены кадра из которых складывается мультфильм схематично карандашом на бумаге рисуем последовательность ключевых кадров это помогает представить как будут двигаться персонажи что говорить на каком фоне происходит действие какие шумовые эффекты издают третий шаг это изготовление фона или фонов если у вас их несколько героев и декораций как правило этот шаг я даю пройти родителям с детьми самостоятельно после предварительного обсуждения они изготавливают фоны декорации и героев в домашних условиях при создании фона необходимо внимательно отнестись к цвету фон не должен забирать внимание на себя прежде всего важны герои фон рисуем на отдельном листе желательно формата А3 изготовление героев зависит от выбранной техники лепим их или рисуем подетально а затем соединяем детали в марионетку здесь важно чтобы руки и ноги у героя могли быть подвижными героев можно сделать самим а можно взять любые игрушки конструктор или даже обыграть свою ладошку четвертый шаг это съемка мультфильма и запись голоса теперь попробуем себя уже в роли мультипликаторов фиксируем фон на сталье выставляем свет устанавливаем фотоаппарат на штативе и у нас получилась мультипликационная студия затем покадрово снимаем передвижение персонажей из расчета 6 кадров в секунду затем подбираем музыку шумовые эффекты распределяем роли и озвучиваем мультфильм лучше сразу установить небольшой размер фотографии я делаю 640 на 480 пикселей при максимальном разрешении если забыли и наделали больших фотографий то потом перед монтажом не забудьте их уменьшить теперь необходимо установить цвет если вы будете работать с естественным освещением от окна то здесь будьте готовы к тому что оно будет неожиданно меняться например облако закроет солнце особенно если вы устанавливаете выдержку и диафрагму вручную если режим автоматический то фотоаппарат должен сам подстроиться но мой фотоаппарат при авторежиме дает совсем некрасивые цвета с искусственным освещением работать гораздо проще он все время одинаковый у меня есть энергосберегающая лампа на 40 ватт которая дает соответственно свет 240 ватт у нее стандартный цоколь и она вкручивается в обычную лампу прищепку удобно работать также с регулирующимися то есть гнущимися настольными лампами и торшерами теперь надо выстроить кадр если вы снимаете на плоскости то вам понадобится для фона подходящий лист как я уже говорила я беру лист размера А3 если ваши персонажи объемные то нужны либо декорации либо подходящий фон фон как правило тоже нужно закрепить особенно относительно штатива это можно сделать с помощью бумажного скотча булавок и тому подобное но хочу поделиться с вами своим секретиком я делаю это с помощью двустороннего скотча в виде подушечек героев крепим к фону им же дело в том что эти подушечки хорошо фиксируют но при отклеивании легко отделяются от бумаги не оставляя надрывов героев также важно фиксировать поскольку они могут сбиваться и при дальнейшем просмотре мультфильма будут видны резкие скачки если вы снимаете на столе ноги штатива нужно примотать прямо к столешнице обратите внимание чтобы в кадр не попало лишнее и обозначите границы кадра я обычно делаю разметку границ прямо на листе фона делаю это карандашом простым положите на фон главного героя например у вас синий лист и на нем кораблик проверьте все настройки фотоаппарата размер фотографии режим съемки свет цвета границы кадра неподвижность штатива еще раз подкрутите все вентили на штативе и уберите главного героя можно начинать съемку первым делом сделайте пару-тройку кадров пустого фона потом у нас должны появиться персонажи например в начале приходит ежик кладем ежика возле границы кадра пусть в кадре сначала появится кончик носа фотографируем двигаем ежика вперед примерно на сантиметр фотографируем не забываем убрать при этом кадры из кадра руки когда фотографируем после съемки 10-15 кадров прокручиваем кадры в просмотровом режиме в быстром темпе примерно так движение будет выглядеть в вашем мультфильме делаем выводы нравится как двигается не нравится ошибки как правило сразу уже заметны продолжаем двигаем снимаем опять двигаем опять снимаем титры когда все вы сняли все что хотели можно подумать о титрах и названии конечно вы их можете сделать при монтаже но гораздо интереснее сделать их в стилистике мультфильма например слепить из пластилина или написать на бумаге прямо под камерой если вы пишете то кладете лист на фон и пишите по одной или по пол букве и не забывайте при этом конечно же фотографировать какие есть секреты успеха при съемке фон не должен двигаться фотоаппарат штатив и стол тоже передвижение персонажа не более чем на один сантиметр персонажи появляются от самой границы кадра продвигаются в заданном направлении никакие предметы то есть руки аниматоров веревочка от фотоаппарата край стола не должны попадать в кадр чем больше кадров в секунду тем движение персонажа более плавное чем меньше тем более прерывистые при озвучивании вы читаете текст микрофон потом загружаете его видео и во время следующего шага ставите в нужное вам место когда ваш персонаж начинает говорить то что это вопрос по поводу того как долго мы снимаем мультфильм как я уже отмечала что основную работу по созданию фона героев я даю родителям они делают это дома конечно это самый длительный процесс потому что надо нарисовать да продумывать как правило либо я продумываю заранее либо обсуждаем то в любом случае конечно с ребенком и с родителями мы тут быстро находим консенсус вот и а дальше что у нас только получается съемка мы фотографируем двигаем героев фотографируем и дальше монтаж я осуществляю сама поэтому делается это не так уж и долго на самом деле это просто я вам дольше рассказываю очень подробно описывать каждый момент каждый шаг чтобы вы имели представление как это делать дальше это получается все гораздо быстрее и тут же еще надо учитывать какой вы мультфильм делаете длительный или долгий какова сложность сюжета мы стараемся пока не делать таких слишком сложных сюжетов соответственно у нас все это быстрее получается итак записать звук можно с помощью микрофона через компьютер для этого вам нужно в меню пуск в панели задач найти вкладку стандартные там будет кнопка звукозапись нажмите на нее и записывайте звук либо можно скачать на телефон приложение диктофон некоторые модели телефонов уже имеют эту функцию записывайте затем переносите все записи с телефона на компьютер и вставляете в мультфильм в программе озвучивать лучше не все целиком а отдельными фразами то есть поделить задачу ребенку на короткие отрезки которыми потом будет проще управлять это раз а во вторых ребенку проще записать несколько отрывков небольшого текста чем все сразу кроме того можно накладывать звуки друг на друга чтобы в мультфильме была и песенка и слова ребенка и секрет успеха при озвучении по поводу программы будет чуть чуть позже сейчас расскажу все особенности дойдем до монтажа и расскажу в каких программах можно это делать и даже как это можно делать итак секрет успеха при озвучивании максимально выразительно произносим слова вживаясь в образ героя при необходимости записывайте текст небольшими кусочками во время записи должна быть абсолютная тишина в студии то есть никаких не должно быть посторонних шумов дальше пятый шаг это монтаж мультфильма переносим весь отснятый материал с фотоаппарата на компьютер и загружаем в любую программу для монтажа накладываем записанный голос фоновую музыку шумы спецэффекты не забываем в конце включить титры и отметить автора сценариста и режиссера можно также добавить несколько фотографий с процесса съемки и мультфильм готов приятного просмотра при создании мультфильма я хочу дать следующие полезные советы это очень важно расчет времени идет примерно из 6 кадров в секунду я уже говорила если мы хотим снять мультфильм продолжительностью одна минута то соответственно нам необходимо сделать 360 фотографий фотоаппарат установите на штативе так чтобы в кадре был только лист фона перекладывайте рисунки действующих лиц на сценах или передвигайте героев в соответствии со сценарием есть еще техника стоп-моушн или кукольная мультипликация это самый простой и популярный способ создания мультфильма ну и соответственно самый быстрый вы ставите игрушки например человечка в лего или из киндер сюрпризов в определенную позицию и фотографируете потом чуть-чуть меняете положение фигуры и делаете новый кадр и так формируете свой сюжет лучше всего фотографировать опять же со штативом но если его нет просто постарайтесь не менять угол съемки далее эти кадры нужно смонтировать в одной из компьютерных программ после этого на видео также можно наложить звуки музыку или речь только помните что каждое простое движение вроде поднятия руки это минимум 2-3 кадра иначе при склейке ваш мультфильм станет слишком резким и прыгающим а можно создавать свою картину как я говорила ранее из песка или других сыпучих материалов правда и оборудование такая съемка требует больше вам нужен специальный стол песок и правильное освещение рисовать тут придется уже конечно не карандашами а руками конечно это сложнее за то какой результат песочные картины даже сделанные детьми выходят очень плавными текучими волшебными а съемка проходит в том же режиме стоп-моушен и вы знаете у нас есть ребенок с синдромом дауна мы с ней пробовали с этой девочкой сделать свой мультфильм в режиме песочной анимации вы знаете очень красиво получилось поэтому тоже можете использовать своей работе и у вас может возникнуть вопрос а какой программы для монтажа можно воспользоваться переходим теперь к этому программ на самом деле много кстати художником быть необязательно программ много это и windows и movie maker adobe premiere видеопад sony vegas pro и многие другие я расскажу вам о некоторых из них первая программа о которой я хочу рассказать это windows moon marker его эту программу можно скачать в сети интернет в некоторых операционных системах он уже есть открываем программу сначала ознакомимся с интерфейсом программы чтобы начать видео монтаж видео windows с моим маркер пользователю доступны различные вкладки верхнем меню каждый из которых предоставляет несколько некоторые функции когда предварительно подготовка будет выполнена необходимо подготовить файлы и подумать над тем как будет выглядеть конечный проект после этого можно приступать к монтажу итак шаг первый это добавление файла сначала необходимо внести в программу все файлы которые будут использованы выберите вкладку запись видео и выберите что добавить аудио фото или видео в открывшейся папке выберите нужные файлы также можно добавить их в программу просто перетянув в окно программы шаг второй это выбор очередности файлов расставьте элементы клипа в необходимой последовательности когда вы добавите несколько кадров в проект понадобится перетянуть их на раскадровку друг за другом по задумке это особенно важно если вам нужно добавить часть клипа в проект позже но поместить его необходимо по центру а не в начале или в конце если не знаете как расположить используйте шаблоны для видеомонтажа в мою мейкер третий шаг это редактирование используемых фрагментов выберите некоторую часть клипа нажав на нее затем перейдите в раздел правка поместите указатель мыши там где необходимо обрезать запись можно установить начальную и крайнюю точку или просто разрезать видеоролик четвертый шаг это добавление видео переходов выделите первый фрагмент и перейдите к разделу монтаж фильма вы заметите видеоэффекты которые будут выполняться в начале данного отрывка чтобы добавить эффект между разными эпизодами выберите следующий отрывок и перенесите нужный эффект на него следующий шаг это ставка звуковой дорожки перейдите во вкладку операции с файлами если необходимо вставить речь то ее сначала нужно записать а затем уже вставить если имеется микрофон можно записать своим голосом для добавления аудио выберите импорт звука или музыки можно скачать ее из интернета или выбрать на персональном компьютере следующий шаг это добавление титров в начале можно вставить любой текст в начале каждого отрывка особенно полезно это в случае создания презентации перейдите во вкладку монтаж видео и щелкните создание названий и титров откроется отдельный раздел форматирования там можно настроить цвет и шрифт текста следующий шаг это вставка вставка титров в конце остается лишь добавить финальные титры в том же разделе снова щелкните создание названий и титров в новой вкладке создайте несколько карт с титрами и добавьте анимации вставки первый мультик или одну сцену из мультика тогда у вас есть папка с фотографиями где все они пронумерованы по порядку и это нумерация нигде не прерывается этот момент очень важен если так то можно приступать к монтажу итак установили Adobe Premiere Pro и ознакомились с интерфейсом при первом запуске программа предложит создать новый проект это своего рода черновик в котором вы будете работать над будущим роликом введите название проекта в поле имя и укажите папку для его хранения поле местоположения после этого кликните окей перед вами отобразится главный экран видеоредактора вкладки верхней части окна служат для переключения между основными разделами интерфейса добавьте исходные медиафайлы каким образом перетащите исходники из которых вы хотите собирать финальное видео на панель проект это могут быть ролики аудиофайлы или снимки их миниатюры тут же отобразятся в Premiere Pro для этого нужно кликнуть два раза мышкой по полю далее откроется папка где собраны фотографии выбираете их и жмете кнопку открыть фотографии все добавляются на панель вот в таком виде при желании вы всегда можете просмотреть любой добавленный файл прямо в интерфейсе программа достаточно дважды кликнуть по нему мышью и Premiere Pro его воспроизведет извините уже заговариваюсь его на панели источник далее перенесите файлы в область редактирования перетащите исходный файл с панели проект на панель timeline если роликов несколько выберите тот который планируете сделать основой финального видео если программа сообщит что выбранный файл не соответствует текущим настройкам кликните изменить настройки эпизода это оптимизирует параметры панели для работы с вашим роликом затем перетащите на панель timeline все остальные исходные файлы необходимые для монтажа включая аудио и картинки разберитесь как устроена панель исходники здесь отображаются в виде временных отрезков причем каждый из них занимает определенную дорожку или можно сказать слой те которые обозначены буквой а предназначены для аудио помечены буквы в да галочкой для роликов и статичных изображений если вы разместите два видеофрагмента друг по другом то в финальном ролике изобразится только верхний учитывайте это при монтаже далее отредактируйте исходники используйте инструменты на панели таймлайн чтобы отредактировать добавленные файлы и собрать из них финальное видео подрезка позволяет удалить фрагменты из роликов и аудио файлов с помощью инструмента рука можно прокручивать шкалу времени вместе с размещенными на ней файлами выделение выполняет сразу несколько функций среди прочего этот инструмент позволяет перетаскивать отрезки аудио видео как между разными дорожками так и относительно временной шкалы вы можете собрать видеоряд как мозаику позволяет регулировать временные рамки каждого фрагмента на шкале для этого нужно просто потянуть за край отрезка в сторону позволяет управлять громкостью сначала нужно дважды кликнуть рядом с иконкой микрофона справа от аудиодорожки когда она расширится достаточно потянуть вверх или вниз за проходящую вдоль этой дорожки линию позволяет удалять лишние фрагменты нужно выделить отрезок и нажать клавишу delete чтобы разобраться попробуйте каждый из перечисленных инструментов и наблюдать за панелью программа здесь отображается текущий результат монтажа следующее добавьте переходы и титры при желании вы можете украсить склейки между фрагментами ролика различными эффектами видео переходами для этого на панели проект найдите вкладку эффекты и в появившемся списке нажмите на видео перехода попробуйте разные и выберите подходящие чтобы применить эффект просто перетащите его с панели проект на границу между двумя отрезками ролика сохраните результат когда закончите монтаж сохраните финальное видео для этого нажмите файл экспортировать медиаконтент в появившемся окне задайте подходящие настройки если не знаете какие параметры выбирать укажите формат он перед вами на экране H264 он подойдет для большинства случаев затем выберите один из шаблонов Adobe например в списке есть готовые настройки для YouTube и других популярных сервисов в поле имя выходного дня имя выходного файла задайте название ролика и укажите папку в которой его нужно сохранить затем кликните экспорт в нижней части окна и дождитесь когда программа сохранит результат в память компьютера сразу может показаться что работа в программе очень сложная но если вы попробуете каждый инструмент то быстро разберетесь с этой программой здесь все достаточно интуитивно использование мультипликационных фильмов и героев музыкального сопровождения при проведении занятий с детьми дошкольного возраста показали что у детей увеличился активный словарь и активизировался пассивный они стали чаще употреблять разнообразные языковые лексические и грамматические средства увеличился объем высказывания сократилось количество ситуативных слов прерывистость речи дети стали использовать большое количество прилагательных наречий научились составлять писательные повествовательные рассказы стремясь обыграть в своем рассказе изображения на картинке кадре дети пытались проявить фантазию использование метода мультипликации на занятиях также способствует повышению мотивации очень приятно что мои воспитанники уже не представляют занятия без открытия волшебной коробочки с игрушками героями это целый ритуал выбора кто же сегодня нам будет помогать в постановке автоматизации звуков поощрения в конце занятия коробочка с периодичностью пополняется новыми героями и удивление и восторг в глазах детей оооо новые в следующий раз выберу этого потом вот этого стимулирует их активность на занятиях и ребенку хочется приходить снова и снова а уходить хоть и порой с маленькими но с двигами в правильном направлении красивой речи однако родители как и педагоги обязаны знать и помнить что ни один мультфильм даже самый поучительный не может заменить ребенку живое общение со взрослыми и сверстниками если вас заинтересовал мир анимации то хочу представить вашему вниманию литературу для дополнительного изучения также не буду сейчас перечислять вы можете потом прочитать скачав презентацию и в заключение своего выступления хочу у вас спросить а как вы думаете какой персонаж мультфильма соответствует вам вашему характеру вашему темпераменту напишите пожалуйста в комментариях очень интересно будет почитать спасибо за внимание и плодотворную работу сегодня мы не только вспомнили мультфильмы но и сами окунулись немного в детство спасибо за внимание спасибо